Министерство внутренних дел Грузии неоднократно призывало организаторов и участников акций мирно выражать свой протест и не допускать насильственные действия, а также подчиняться законным требованиям правоохранителей. В ответ на действия демонстрантов, которые забросали здание грузинского парламента камнями, бутылками и другими предметами, представители органов правопорядка использовали слезотащивый газ и водомёт. Депутаты парламента Грузии приняли спорный законопроект во втором чтении. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект в первую очередь препятствует интеграции Грузии в Евросоюз. «Обеспечение прозрачности неправительственных организаций принесёт мир и покой Грузии, а также обеспечит её экономическое развитие», заявил премьер-министр Грузии Ракли Кабахидзе на брифинге. «Если мы не разорвём этот круг поляризации и радикализма, нам будет сложно стать страной Евросоюза. Нам нужно преодолеть поляризацию, чтобы в стране были мир и спокойствие на дальнейшем пути в Евросоюз. Этот законопроект внесёт важнейший вклад в укрепление государственного суверенитета. Кроме того, проект внесёт важнейший вклад в предотвращение насильственных действий политических меньшинств». Законопроект о прозрачности иностранного влияния предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы. Если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование, раз в год они должны заполнять декларацию. «Непрозрачность НПО создаёт не только политические проблемы, но и является препятствием для развития экономики и роста бюджета. Никто не докажет, что опубликование НПО раз в год декларации противоречит европейским принципам. Несмотря на это, опять распространяются клеветнические негативные заявления конкретных иностранных политиков и чиновников в связи с проектом о прозрачности». Из-за закона об иноагентах Грузия подвергается большой критике Запада. Ранее его прокомментировал глава пресс-службы Госдепартамента США Мэйтю Миллер, по словам которого, заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями. Эти высказывания депутат от партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили назвал неуместными и наносящими ущерб грузино-американским отношениям. Между тем, закон о регистрации иностранных агентов в США действует с 1938 года. Американское законодательство определяет иностранного агента как любое лицо, юридическое или физическое, которое находится под контролем, действует по указанию или в интересах иностранных сил.